Пока все приготовим. У нас очень будет похож на него, наш новой метод. It's 10 hours. Так, название метода будет Union. Он принимает тарелис А. Я рейлист Б. Все, официально у нас вторая часть начинается. Теперь мы решаем, я вам покажу решение этой задачи. В общем, он у нас принимает два рейлиста А и Б, которые содержат в себе элементы типа Е. И мы возвращаем рейлист того же самого типа. Мы должны возродить новый рейлист. Так, возвращаемся к примеру, да, вот этому. Здесь вот смотрите, в А у нас содержит 1, 2, 3, 4, 5, 6. Окей, вот эти 6 элементов у нас есть в А. В Б у нас есть 2, 4, 6, 8, 10, 12. Давайте я эти два рейлиста создам. Вот здесь вот. Рейлист. Не закрыл, да? Так, теперь в А закинем эти элементы. А. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Создадим новый рейлист Б. Так, в него мы закинем 2, 4, 6, 8, 10, 12. Вот они. Все закинули. Потом мы говорим, рейлист содержит в себе интеджеры. Юния. А, почему? Вызываем Юния, переехать до А и Б. Окей? Он нам должен дать Юния. Потом этот рейлист. Сначала давайте первого распечатаем А, потом распечатаем Б, а потом мы распечатаем их Юния. И то есть мы должны увидеть в результате Юния вот эти вот элементы. Как теперь этого добиться? Но так как мы делаем новый рейлист, мы должны его сначала создать. Мы говорим о рейлист, содержащий в себе И. Результ равен new рейлист. Он изначально пустой. Результ автоматически в себе содержит все элементы А. Вот автоматически в себе все элементы А содержит. Мы можем просто форитом пройтись или вот так сделать. Результ точка addle. Помните, addle, get children, addle, да? Вот примерно то же самое. Мы просто А сделаем сюда. Он добавит все элементы с А в этот результат. Потом с Б мы добавляем только те. Вот, допустим, мы добавим... Мы добавим только 8, 10, 12. 2, 4, 6 мы добавлять не будем, потому что они уже вот в этом резалте есть, правильно? Если мы их заново добавим, они у нас продублируются. Мы добавляем только те, которых там нет. Поэтому мы пишем цикл для каждого элемента И. Б, да, мы что говорим? Если резалт не содержит в себе этот вот элемент, только тогда мы его добавляем. Наверное, резалт это. И то мы возвращаем резалт. Все. Так вот ее у нас винил работает. И... Ну, у нас не прямо вот такой результат будет. У нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6. А хотя нет, прямо такой же будет. Прямо такой же будет. Вот, запустим, посмотрим. Вот, пожалуйста. Так. Что-то там у нас экстра печатает. Да где-то. Вот это уберем-ка. Заново запустим. Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это в первом. Это во втором. А это в их юнии. Окей? Точно такой же результат, как мы здесь получили. Окей, вопросы есть? Вопросы, вопросы, вопросы. Ага, может, вам маску надеть. Да, вы сейчас не верите, передавались через сеть. Это тогда можно было бы. А на чек, срок? Ворма? Срок жал, да? Окей. Так, идем дальше. Идем дальше. Теперь я показываю еще одну демо. И вы делаете два таска. Хорошо? Ну, на них я дам чуть больше времени. Вот. Programming XS 19.5. Открываем. Ну, а теперь мы используем вот это вот extension. Upper bound. Мы сейчас будем использовать bounded types. Нам нужно найти maximum element in an array. Implement the following method that returns the maximum element in an array. Так. Давайте мы его скопируем. его вот сюда вот вставим. Окей. И что сделаем? Ну, пока просто return now. Заводим. Вот. Вот это делаем и закоммитим. И попытаемся понять, что нам нужно сделать. Вот здесь вот. У нас этот метод называется max. Он принимает array of elements. это простой массив типа E. Окей. Он возвращает E. То есть, если он array состоит из интеджеров, то он возвращает интеджер. Если он там строк, строки, то он возвращает строки. Теперь, какой E? Такой E, который extends comparable E. Мы знаем, то, что интерфейсы, они что-то вроде суперклассов. И вот эта вот линия, да, кода, выделенная, она означает, что? То, что E должен имплементить вот этот интерфейс. Окей. Он должен имплементить интерфейс comparable E. Допустим, если это стрим, то он должен имплементить comparable стрим. Если это там интеджер, то он должен имплементить comparable интеджер и так далее, и так далее. То есть, E, он будет содержать в себе такие элементы, которые имплементят comparable интерфейс. Зачем нам, зачем нам вот это нужно? Вот такой вот вопрос. Кто может ответить? Зачем может? Почему нам вот этот upper bound ставить? Почему мы не можем просто E написать? Вот такой вопрос. Давайте. Кто ответит? Зачем нам нужно писать E? Ой, то есть, вот эта вот вещь. Extends comparable E. Почему без нее мы не можем обойтись? Какие, у кого какие идеи? Чуть-чуть подумайте. Брейнстоль. Так, идеи нету, да, походу? Хорошо. Вот. Так как Макс, да, Макс, он подразумевает, он что? Подразумевает нахождение максимум элемента с помощью сравнений, да? Мы не можем сравнивать два определенных типа, типа стринга и чисел, например. Правильно, да? Правильно. То есть, мы подразумеваем то, что E, элемент типа E, мы должны уметь сравнивать, правильно же? Мы же не знаем же изначально какой тип E войдет здесь. Кто-то, допустим, свой класс создаст, студент, да? И попытается найти максимального студента. Мы же не знаем, что это студент. Соответственно, мы не сможем найти максимум оттуда, потому что мы не знаем, как студента сравнивать. Поэтому мы говорим, вот этот студент-класс, он должен имплементить Comparable Student. А в Comparable у нас есть один метод CompareTo. То есть, если студент-класс у нас имплемент Comparable, у него 100% гарантия, то что CompareTo метод есть, да? И мы можем их сравнивать. Вот. И как нам найти вот этот максимальный элемент? Очень просто. Мы говорим, что нулевой элемент максимальный. Ну, изначально, конечно, Array должен быть не пустым. Скажем, пустой массив может быть или нет? Из ноль элементов. Я, кстати, не помню, так делается или нет. Ага, связь обрывается, что-то у вас не совсем слышно. Теперь как слышно? Как слышно? Нормально слышно, Абрик. Кто сказал? Облайд, облайд. Может, у тебя интернет не может быть? Походу, у тебя интернет. Вот, мы, оказывается, можем создать массивный из ноль элементов, да? Соответственно, мы здесь скажем, что у нас лист должен быть один элемент должен содержать. Мы такой прикондишн поставим условия, которые должны выполняться человеком, который нашел метод взимарки. Мы говорим, выставляем больше и все, мы уверены, что он не пустой, мы говорим, окей, максимальный элемент в этом массиве. Мы говорим, что у нас нулевой элемент. Нулевой элемент. Потом мы пробегаемся от первого до конца. И слой. От первого до конца. И потом сравниваем, И говорим, если, вот смотрите, если, лист и ты, да? Или элемент листа. Точно compare to. У него есть compare to, потому что он compare to, да? Он узнает, то, что у него compare to. То есть мы его сравним с максимальным элементом. Если он больше, вот этого, То compare to даст нам однирку. Либо положительное число, Если он больше, если вот этот условий выполняется, то есть лист и ты больше, чем максимальный элемент. Вот мы что делаем? У нас максимальный элемент занимаются вот этим линейный алгоритм, потом мы просто возвращаем этот максимальный элемент. Теперь мы можем найти максимальный элемент с интегром массива. Допустим, мы давайте будем массив интегр 1, 2, 10, минус 2, минус 10, 40 и стройка. Один массив и строк. Строки сравнятся по полководит Apple, Apple, Zebra, будет больше Zebra и банана. И что еще можно сравнивать? Можно сравнивать W, есть в полечении, можно сравнивать, ну, 100-100 классов, что у нас есть. Ну, ладно, достаточно, да? Мы скажем, система QLTL максимум срока. Он понимает, что у нас это 47, и не он понимает, что вот это есть, это у нас инфиды, в данной клипе, здесь он понимает, что это стопа. В первом случае он должен вывести рам 40, а в втором случае он должен вывести Zebra. 40 взяли. Окей? Вопросы есть? Нет, нет. Вопросов нет, да? Вопросы есть, спрашивайте. Плюс пять минут. Окей. Так. Нужно сделать 19,3 19,6 два задания. Я вам объясню. 19,3. Подожди, почему 3? Пойди хотя бы в другую. Я хотел 19,4 если сделка нужна в этих справах. Нужно сделать 19,4 linear search. Вам дается массив, вам дается элемент, вам нужно возвратить индекс элемента в этом массиве. Хорошо? если элемент вы не находите, то тогда нужно возвращать минус один. Ну, типа не нашел, Если не нашел, то минус один, если на путь, то индекс. Вот нужно максимальный элемент найти. Там будет два цикла for получается. Окей? Так, я вам дам 20 минут на выполнение этих двух заданий. 20 минут. До 35. Я сейчас свой share экран отключу, но у меня и микрофон отключил, но я буду вас слышать, если вопросы будут, то пожалуйста задавайте хорошо. можно сделать 19 и 6. Окей? Хорошо. Все, давай. Облайн, как слышно? Слышишь меня? Я получил твою? Да, да. Сейчас по твоему решению я пройдусь. Так, в общем, в твоем юнионе самая первая заметка это то, что ты меняешь лист или лист 2. параметры. У тебя первые два фора они меняют лист, они удаляют оттуда элемент. Вторые два фора они удаляют элемент из листа до второго. Обычно, когда параметры идут в этот метод, нежелательно менять параметры, то есть они как тебе объяснить, когда будешь такие методы вызывать, в общем, ты будешь думать, что он не поменяет те объекты, оказывается, он поменял, да, вот здесь надо быть осторожным в общем. Нужно писать некоторые, которые меняют, но в данном случае менять их не стоит, потому что в мейне, когда ты будешь эти два релиста использовать, вызовешь униен, вот эти предыдущие два релиста они уже будут совсем другими. Потом у тебя Unix вообще не меняется, видишь? А, да, да, да. Потом возвратил в нем нету элементов. А, я и в заполнице был, я просто успешки делал. Вот. Вот и понял, да? Да, да, я понял. Замечательно. Все, я отключаюсь, да. Ага, извините. В... Я слушаю. В четвертом там надо так вывести элемент под индексом k, да? Нет, элемент k это сам элемент. А, k это сам элемент. А, надо тот элемент найти. Все, все, ясно, да. А, извините, а вам отправить именно java-файл или можно просто текстом отправить? Сам java-файл прикрепите на почту и так отправьте. Хорошо? Чтобы я его мог откомпилировать сразу. Посмотрите. Так, Dias, я получил твое решение. Так, Dias, аж до решения. Да, Dias решение. Твое решение получил. Так, Max, все правильно? Два цикла, да? Ну, только такая же, как и в Max для одномерного сила. Вот. И linear search тоже абсолютно верный. От начала до конца продвигаешься. Сравниваешь ски. Вот. Но здесь, по идее, вот сравнивание немного вот не совсем возможно будет правильно. Лучше желательно здесь использовать compare2, конечно. потому что вот эти вот два equal sign они будут сравнивать по референсу. Вот. Если у тебя два отдельных объекта, находящихся в отдельных частях памяти, допустим, они будут разными, А не equal будет false. А если ты сделаешь compare2 равен нулю, вот тогда он будет четко работать. попробуй так делать и попробуй попробуй вот для существующего метода linear search попробуй найти контрпример, для которого он сработает неправильно. Смотрите, молодец. Хорошо решили. Хорошо. Так, я получил, только пожалуйста отправь мне в этом java-файле. Сам java-файл можешь отправить, прикрепить. Ну или давай я тебе сразу фидбэк дам. Если что-то там надо исправить, то тогда исправишь и переотправишь на java-файл. Так, ну у тебя то же самое, как у Udiasa. Здесь нужно в общем такой же фидбэк для linear search вместо двух equal sign желательно использовать compare to. А для Max все нормально. Там все нормально. линьер сэрч. Вот, тогда не надо управлять мне java-файл повторно. Так, ребята, у вас три минуты, после трех минут мы это дело решим и перейдем на заключительную часть. Санжар, я получил решение все правильно. Linear search четко все сделал. Второго метода нет, Макс все правильно. Утал Махмуд твое решение получил все правильно. Да, Санжар, я слушаю. Можешь писать. Так, по поводу метерма первого мы проведем собрание, решим, пока не знаем. Но, скорее всего, нам придется его онлайн сделать, скорее всего. Ну, в общем, детали все поговорим с преподавателем и решим. Обязательно вас оповести. Ерисултан, я получил твое решение. Все правильно. Мне понравилось, как ты использовал два фора в максимуме, да? Использовал for each loop. Там, потому что нам индексы не нужны. Окей. Так, теперь я ширюю экран и вам одно решение покажу. В общем, Макс, да? Макс, как находим? Макс, он будет точно так же, как и с одномерным массивом. Так, видно же, да? Экран видно? Видно? Всем видно, да? Да, да, видно, видно. В общем, вместо одного цикла мы запускаем два цикла. Ну, там, логика такая же, в общем, только два цикла. В linear search, да? Мы должны пробежаться по всей полке книг, чтобы найти книгу, которая нам нужна. И мы по одному перебираем, да? Мы все книги по одному должны перебрать. Вот, пожалуйста, цикл, который перебирает все книги по одному. От начала до конца. И мы здесь говорим, если и та книга, которую мы взяли, равна книге, которую мы ищем, то мы возвращаем индекс, на котором она находится. Если мы ни разу не зашли в этот if, соответственно, вот этот форум ничего не возвращает. Никогда не срабатывает вот эта вот вещь. Если, конечно, мы не заходим в if, это означает, ни одна из книг не равна книге, которую мы ищем, и мы можем смело возвратить минус один, что означает не нашли, да, в общем. Данный способ, вот два equal sign, он проверяет у нас по референсу, окей? По референсу, по тому, находятся ли они в одном участке в памяти, да? Это не всегда будет давать правильный результат. А что если использовать equals? Это то же самое. Equals нужно перезаписывать. То есть equals и compare, то они разные вещи, да? Equals по умолчанию в объект, он, в общем, он немного трики, там надо документацию читать, она длинная. Она не всегда тоже может сработать, не гарантированно. Окей? Мы всегда хотим, когда мы вот ищем вот этот киев в листе, Мы всегда хотим, чтобы он сравнивал именно так, как это прописывает в compare2, окей? Как это прописано в compare2. Соответственно, здесь желательно использовать compare2 тоже. И мы здесь говорим равномерно. Окей? Это вот более правильное решение. Вот. Вот все, в принципе. LinearSearcher вот так вот работает. Ну, на него тест-код мы не будем писать, вы можете сами проверить. Вот. Теперь заключительные 10 минут. Вот у нас все люди, да? Я чуть ранее сделал скриншот. Сейчас еще раз сделаю скриншот у всех, которые присутствовали. Молодцы. Возможно, на следующей неделе мы сделаем общую практику для двух групп, для двух моих групп, чтобы не повторять, да, одну и ту же эту. Одну секцию сделаем, я вам напишу и выберем подходящее время для всех. Окей? Попытаемся. Если не получится, то нет. Ага, что по поводу Office Source? Вы решили уже, да? Нет, я сегодня вечером решу. Окей? Да. Молодец. Так, последняя задача. У нас последняя задача, она вот здесь, да? Нужно написать класс Вектор. Вы вообще, мы его сегодня по идее не успеем, скорее всего, написать, этот класс Вектор. Ну, возможно, успеем. И вы можете дома сами подписать, потренироваться, да? Что такое Вектор в данном случае? Вот я ссылку сюда дал. Так, ссылку я дал. Вектор в линейной алгебре есть такое понятие, как Вектор, да? Вот. Есть такое понятие, как Вектор. В общем, это одномерный массив, да? Он может быть горизонтально либо вертикально. Векторы очень часто используются, допустим, в машинном обучении, когда, ну, Feature Space, ну, в общем, это увидите, я думаю, очень часто используется, да? Получается, это просто одномерный массив. Окей? И с этими векторами можно проделать некоторые операции. Я вам сейчас в виде примера просто быстро покажу, что можно делать. Создадим класс Вектор. Допустим, у нас вот такой вот вектор есть, да? Вот. первый вектор, он состоит из элементов один, два, три, четыре, да? У нас будет все записываться горизонтально. Второй вектор, это, допустим, А. Это вектор В. Он в себе содержит элементы, допустим, шесть, четыре, два, один, да? А плюс В будет равно чему? Это будет равно семь, да? Мы каждые парные элементы добавляем. А минус В будет равно чему? А минус В будет равно минус пять, там минус два, пять, четыре. Малтипликейшн и Дивижн. Дивижн, поедите, для векторов нету. Малтипликейшн работает немного иначе. Когда мальтипликаем два вектора, мы можем либо получить двумерный массив, либо мы можем получить скалярное значение, да? к этому мы, конечно, проходить сейчас не будем. Это вектор Матрикс, Матрикс, Малтипликейшн, если помните, там либо мы можем одно скалярное значение получить, либо мы будем только вот эти три операции делать, плюс и минус, хорошо? Для того, чтобы немного проще было. Теперь вот этот вектор класс, у него есть плюс и минус, правильно? Мы говорим то, что это дженерик класс. Пожалуйста, да? Плюс, так как мы изначально подразумеваем то, что в этом векторе у нас будет храниться только числовые значения, мы должны вот этот и ограничить числовыми значениями, чтобы юзер не создал вектор со строками, да? Или с теми вещами, которые вот эти плюсы и минусы делать не могут. Допустим, если мы вектор из студента создадим, то что означает студент вот этот плюс студент вот этот, да? Смысла нету, да? Там по идее. Поэтому мы сразу здесь говорим, что мы экстендим от набора. То есть E должен быть такой, который экстендит от набора, да? Какое-то числовое значение. Все. Теперь вектор, он у нас может меняться в размере, да? Мы теперь думаем, Как вот этот вектор внутри класса у себя реализовать, да? Он может меняться в размере динамично, соответственно, мы можем использовать array list. Мы можем даже наследовать это array list, чтобы это было легко. Окей, мы можем сказать Extends, array list, такой array list, который тоже содержит в себе вот такие вот вещи, да? Это по идее я сейчас на ходу придумал, поэтому вот это вот сейчас дело мне не работает, да? Unexpected bound. Давай мы array list запустим, может он из-за этого появится. Не знам, То есть он не сработает, да? то мы можем Extend либо array list просто внутри использовать как data field. Мы скажем private array list состоящий из элементов и мы скажем elements. В конструкторе вектора мы этот elements сделаем нулевым, то есть он у нас будет новым array list который ничего у себя не содержит. давайте мы сделаем еще такую вещь мы сделаем public вектор конструктор который себе содержит и точка 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 такую вещь покажу что это такое или values сделаем сейчас массив мы сделаем elements равен new array list пробежимся по каждому и добавим его в и давайте мы просто реализуем public stream то что означает троеточки values сейчас я это я вот здесь мы можем просто возвратить elements точка to stream все вот у нас вектор класс изначально готов давайте main метод внутри же сделаем чтобы не переключаться и создадим там вектор состоящий из допустим интеггеров допустим вектор правильный вектор этот вектор у нас будет пустым соответственно когда мы его выпустим он у нас покажет пустые скобки да этот арулиц он будет пустой он должен нам показать пустые скобки вот пожалуйста теперь что означает этот троеточки что означает этот троеточки это означает вот следующее мы можем создавать вектор таким вот образом integer давайте это закомменчу вектор равен new вектор 1 2 3 мы можем вот эти вот значения напрямую передавать в конструктор теперь у нас векторе будет содержаться вот эти три элемента 1 2 3 вот этот троеточки означает что это означает то что мы можем через запятую передавать значение и или через запятую передавать ноль или более значений и типа и мы можем вообще ничего не передавать мы можем только одно значение дать можем хоть сколько значений дать они все будут как в одном массиве это variable length argument list я вот здесь напишу можете отдельно прочитать вот пожалуйста он сейчас будет содержать себе вот эти вот теперь давайте сделаем быстро add и subtract ok add и subtract public void ну по идее add у нас не void он должен нам возвратить новый вектор a и b у нас должны быть не затронуты он должен дать нам новый вектор соответственно он не void он нам даст вектор типа i add и здесь у нас будет что так как мы и так внутри самого же класса вектора находимся вот этот а это будет this а вот этот b это будет other другой вектор содержащий i other ok что означает добавить other this это означает следующее мы создаем ну во первых они должны быть одинакового размера одинакового размера мы можем здесь эксепшен сделать если у них размеры разные мы можем просто сказать apple condition this точка size подразумеваем то что у них размера один и что мы делаем мы создаем вектор типа e result prime new вектор содержащий себе никакие элементы нам нужен метод чтобы сюда добавить это будет не совсем правильно так мы сейчас это сделаем и на этом наверное закончим сабтракт сделайте уже время так как бы нам обойтись вот у нас есть this у нас есть мы добавляем this other результат мы можем сохранить в в отдельном рейлисте а потом закинуть в этот результат в этот результат либо мы можем что сделать либо мы можем придумать метод add который добавит элементы сюда public void add элемент value и мы скажем elements точка add value вот такой вот метод придумаем а потом здесь мы вот так вот сыграем просто мы результат новым сделаем и пробежимся просто по this мы скажем for для каждого элемента и в где в elements да это так не пойдет нам нужен индекс мы скажем для каждого ай до элемент сайз до конца что мы делаем мы говорим result точка add результат добавляем какой элемент первый элемент будет суммой первых элементов this и other это будет this точка get нам нужен get и нам нужно получить и это мы можем просто сделать так public void не void а и get index i скажем return elements get i здесь мы скажем this get i плюс other get i да вот здесь вот мы получаем что мы получаем интеджер по идее да а стоп 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 о это хорошая хорошая часть кстати get он у нас отвечает i поэтому мы должны его закастить да давайте мы его закастим скорее всего возможно это даже не получится у нас получится нет не получится давай посмотрим что за ошибка cannot resolve method add а подожди стоп 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 ай блин мы же не знаем как добавлять все я понял вот здесь мы должны сыграть вот таким вот образом get ай возвращает и у которого что который у нас extended от номера в номере есть метод double value мы можем взять double value от него взять от него double value прибавить их и потом добавить получается мы здесь добавляем bubble вот так вот скажем а как мы и сделаем так подожди стоп 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 Получается, как нам сделать, так, вы здесь, да? Ребята, вы здесь? Мы здесь, мы здесь. Да, да, да. Тогда мы сначала, мы тогда так разыграем, смотрите, так разыграем. Нам нужно добавить все элементы вектора А к вектору Б, правильно? Вот так вот. Но мы это можем делать очень легко, да? Давайте мы тогда так сделаем. ArrayList, состоящий из, допустим, number, да? Resolve is R. Райл будет новому ArrayList. Мы это дело будем добавлять в R. Мы скажем, this get it, точка double value, плюс Array, точка get it, точка double value. То есть вот этот R, он в себе содержит сейчас вот эту вот вещь, да? Вот эти данные в себе содержат. Теперь нам надо вот эти вот данные, из них сделать, из них сделать вектор. Окей? Как нам из них сделать вектор? Ну, мы можем, по идее, сделать приватный конструктор, в котором мы дадим ArrayList, состоящий из double. Что будет в этом случае? Мы скажем, elements равен new ArrayList, из этого R просто сделаем. А нет, так не получится, все ли, так не получится. Мы сделаем что? Так, ну, блин, вот это вот интересно, по идее, вот это интересно. Если мы сделаем R, как будет? R не будет, да? R не будет. ArrayList, да, вот, да. Можете закастить R. Так, давай, 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 попробуем. Так, давай, давай, попробуем. Хорошая мысль. Но, возможно, это не сработает. Почему-то вот, ой, почему-то я сейчас там запутался. Пытались закастить. Тогда сюда намбер сделаем. Пусть будет намбер. О, вот здесь вот можно, по идее, wildcard использовать. Ладно. Давай теперь попробуем так. Так, мы сделаем вектор, да. Используем приватный конструктор, куда мы передадим вот этот R. Используем ретерн, сделаем в результат. Окей? Ретерн, ретерн. Ну, давай протестим. У нас вот один вектор есть. Один. Второй вектор есть, да? Вот, допустим, одинаковый будет, да? Мы сделаем третий вектор, который будет равен чему? Который будет равен вектор 1, R, вектор 2. Потом мы вектор 3 возьмем, она сначала. Вы должны увидеть сумму элементов вот этих двух векторов. 2, 4. Вот все, пожалуйста. Да, работает. Это не самый лучший способ, по идее. Да, здесь можно много улучшений делать. Допустим, вот этот вот, он только RList из номеров принимает. Он не примет RList из интегеров, да? Из интегеров он не примет. Если мы сделаем вот так, вот смотрите. Question mark extends number. В данном случае он примет любой RList, который состоит из элементов. Интегер, баба, что хотите, в общем, да? Как мы это сделали, субтракт он будет очень похож, только здесь будет минус, да? И там можно еще кучу других интересных вещей поделать с вектором. Ну, в принципе, все. На сегодня все. Что у нас здесь? Один из человек. Прохой, давай. Да, я скину этот код. Так, вопросы у вас есть? Пока нету. It's 11 hours. Хорошо. Я вам скинул ссылку вчера. Там можете, в общем, зарегаться на Office Hour онлайн. В общем, решим. Чем больше, ну, где будет больше людей, на то время мы Office Hour сделаем. Там можете по проекту вопросы спросить, либо по другим вещам, в общем, для людей интересующие вопросы. Тогда, если вопросов нету, сейчас отключимся, если появится, можете на почту написать. Хорошо. Все, всем пока, давайте. Удачи. Продолжение следует...